Трамп обещал и Трамп сделал. С триумфом сообщают американские СМИ об ударе коалиции по Сирии. Британские и французские медиа в общем поддерживают победный настрой, в отличие от российских, пылающих гневом. США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетный удар по территории Сирии. Ответ, обещанный Трампом, прозвучал. Вероломный удар по Сирии. Америка и ее союзники действуют, чтобы остановить сирийский режим. В странах коалиции зритель видит победные репортажи. Уничтожены объекты, связанные с производством химоружия. Россиянам рассказывают, большинство ракет не долетели до цели. Сирийские ПВО успешно перехватили большую часть ракет, выпущенных в США их союзниками. Пентагон говорит, сопротивление практически не встретили. 71 ракета сбита, уничтожена сирийскими ПВО. Никаких признаков перехвата. Государственные сирийские СМИ рапортуют об успехах ПВО. Подбатривают зрителя патриотическими роликами и сетуют на беспричинную агрессию Запада. Сирийские СМИ точно так же, как и российские, отрицают, что у американцев и их союзников был повод для нападения. Говорят, никакой химатаки в Думе не было. Зовут иностранных журналистов. Приезжайте, проверьте сами. Показывают им улицы, подвалы, больницы. Знакомят с очевидцами, которые не видели ничего особенного. В день, когда якобы произошла химатака, мы приняли много пациентов с респираторными проблемами. Но во время войны так бывает. Люди страдают от последствий пожаров. Сколько всего журналистов пригласили в Думу, неизвестно. Ну вот, тот же медик, что на предыдущем видео. А перед ним микрофоны не рейтерс, а двух китайских СМИ. Участникам пресс-тура объясняют. Если химатакой была, то ее сымитировали террористы, а белые каски им помогли. Как будто кто-то открыл баллон с газом. Никакого удара не было. Я потерял сознание на 10 часов. Когда очнулся, побежал к белым каскам. Но они не пришли на помощь. Я вернулся в подвал. Жена и дети лежали на полу. На лицах была пена. Побежал в больницу, но белые каски не пришли на помощь. Западные СМИ о поездке в Думу рассказывают скупо. Большую статью опубликовал лишь Роберт Фиски с британской «Индепендент». Пишет, оторвался от других журналистов, побродил по городу и не нашел там признаков и очевидцев химатаки. Информационные агентства воздерживаются от комментариев. Рассылают подписчикам видео из Думы с припиской «Осторожно», снято в туре, организованном сирийскими властями. Российские медиа охотно сообщают, признаков химатаки в Думе не нашли. Появляются все новые свидетельства того, что никакой химатаки в Думе не было. Американские журналисты не нашли в сирийском городе Дума свидетельств химической атаки. Химическая атака в сирийском городе Дума – фейк, признали американцы. Ничего и никого не нашли. Никто в Думе ничего про химатаку не слышал. Все это о материале американского канала One America News Network. Его репортер Пирсон Шарп так впечатлился поездкой, что 10 минут в прямом эфире увлеченно рассказывал о встречах с жителями Думы, о том, как они любят президента Асада, о потемном госпитале и о том, что химатаку могли подстроить белые каски. Вот только видеодоказательств тележурналист не приводит, да и все свидетельства исключительно в его пересказе. Более того, организованный пресс-тур он называет «эксклюзивом». Мы получили эксклюзивный доступ. Настоящий эксклюзив из Думы – это свидетельство детей, попавших на видео вероятной химической атаки. Правда, российским и британским СМИ они рассказывают противоположное. Мы были в Думе, у себя в подвале. Начался обстрел и упала бомба. Она не взорвалась, а сделала такой звук. Один доктор взял меня на руки, другой понес мою сестру. Они побежали. Потом положили нас на землю и поливали водой. В эфире «Россия-24» мальчик из Думы говорит, что атаки не было. А изображать пострадавшего он согласился в обмен на еду. Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали «идите в больницу». Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили нас на кровати рядом с другими людьми. Так что же случилось в Думе? Настоящая химатака или постановка? Споры идут между российскими и западными СМИ, между пользователями социальных сетей. Международные американские медиа признают, что не будь злополучного видео с больными детьми, Дональд Трамп не ударил бы по серии. Ведь предыдущие химатаки, не попавшие в кадр, оставались без внимания.